Нормально! Нормально! Где я поверну? Не туда! Почему я живу в Хрущевке? Архитектура, пляжи, природа... Как мне стыдно, что я никогда об этом не знала! Это же просто нелегально красиво! Посмотрите! Какой город в Бразилии самый дорогой? Рио? Сан-Паулу? Блин! Сегодня вы удивитесь! Я нахожусь в городе сказка! Город, который просто свел меня с ума, как только я в него попала! Город, который переполнен туристами! И это первый город в Бразилии, где сотрудники разговаривают о английском! Господи, сколько туристов! Ну, во-первых, да! Я обрезала волосы! Вам нравится? И кажется, я все еще нахожусь в стрессе от этого события! Но нет времени об этом думать, потому что надо открывать Бразилию! Этот город Парачи! Совершенно невероятное место! И тот самый момент, когда хочется наконец-то сказать спасибо ЮНЕСКО! Потому что они вовремя очухались и смогли его сохранить! Все, какое было вот тогда, тогда давным-давным-давно, когда португальцы сюда приезжали! Как они все построили, оно таким все и сохранилось! Мать его, кадрить! Я растерялась! Это слишком красиво! И улицы слишком похожи между собой! И бразильцы слишком орут! Здесь все кажется ненастоящим! И у меня огромный флешбек по поводу Венеции! Когда там гуляешь и тоже думаешь, что, блин, неужели люди реально могут жить здесь? Почему они живут так красиво? Где я поверну не туда? Почему я живу в Хрущевке? Вы видите это? Это город! И ни разу не фейк! Вау, как это красиво! Это самая старая церковь в городе! Ребята, я уже хочу сделать официальное заявление, что если вы посещаете Бразилию, но не навещаете Парачи, то это преступление! Это как раз между Сан-Паулу и Рио! То есть вы по-любому будете проезжать это место! И это просто сказка! Это настоящая Бразилия! Здесь Бразилия похожа на Бразилию! Парачи – это не только архитектура! Рядом с городом мы очень близко к доступности! Нереальная, прекрасная, тропическая природа! Водопады, леса, трекинги и все это так близко! Мне начинает казаться, что в Парачи есть все! Поехали на водопад! Невероятно добрые, совершенно незнакомые бразильские мужчины всегда помогут вам пройти туда, куда вы даже не хотели, но зато у вас получится отличная фотография! В общем, я очень советую съездить на водопады! Какие важные пункты? Во-первых, возьмите с собой трекинговые ботинки, кроссовки, неважно что, обувь! Трекинговая хорошая обувь! Второе – арендуйте машину и не берите туры, они стоят неадекватно и неоправданно! Третье – прихватите денежку, потому что вход почти на все водопады в Бразилии постоянно платный, но какой-нибудь маленький – 5 риалов, 8 риалов в таком духе! Четвертое – даже если жарко, прихватите теплую одежду на всякий случай, потому что как бы вот! У меня штаны мокрые, нафиг! Я убиваю вас! Классно! Мне понравилось! Молодно, как воду! Бежим, афиг! Так, камни не очень скользкие, но у меня все мокрое, все у нас скользко! Как-то не рассчитывала на то, что ветер будет дуть, и он надует мне на спину! Помните, как в том видео? Нормально, нормально! Как это выглядело? Это выглядело пи***но! И чувствовалось так же! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще одно маленькое, но очень важное замечание! Не дай вам Бог быть бразильцем в душе и приехать сюда в шлепках! Никогда не при каких-то сельсов! Обязательно фиксированная обувь! Жарко, конечно, в кроссовках, поэтому сандалии закрытые или какие-то фиксированные, потому что булыжники нереальных размеров 17-18 века, как их накидали, так они вот тут и лежат! И это безумно красиво! Я все еще не могу поверить, что я здесь нахожусь! Блин, бразильцы, какие же вы счастливые! Я хочу сказать еще одну очень важную вещь по поводу парачи! Простите, я не могу остановиться, смотреть и гулять здесь везде! За все время, сколько я живу в Бразилии, это первый город, в котором я дышу спокойно, я не проверяю свою сумку каждые 5 минут, и я чувствую, что я в совершенно безопасности! Здесь вообще со мной ничего не может случиться! Он такой чистый, спокойный! Вот просто я дома! Я дома!